Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Мы остановились, Лена рассказывала о том, что таких людей не надо впускать в свою жизнь, которые, ну как впускать, не впускать волей-неволей, как-то возвращаешься мыслями, тяжело уйти от этого момента этих людей, которые, ну как бы орудие против нас, орудие кармы, будем так это называть. Но вот, Лен, можешь ли ты назвать какие-то случаи, когда пришел человек и обратился с такой просьбой помощи, не в плане того, что там негатив, само собой, где-то что-то как-то, а вот как ты ему помогла, допустим, был ли такой случай, как человек пришел, не может найти работу и говорит, ну помогите найти работу, вот я хочу, чтобы меня там взяли, или помогите, ну я не знаю, в лотерею выиграть, или клад найти, ну мало ли, как-то помочь материально парапсихологическими способностями. Я просто открываю канал у человека заблокированных финансов, но я не ищу клады, я не играю в лотереи, не играю на биржах, я, это не мое. Я шучу. Да, я поняла. Вот, я просто открываю канал, который ранее у человека был заблокирован. Опять же, кстати, скажу, что бывает, когда снимаешь негатив с финансового потока, да, то у человека открывается дорога, но на том уровне, на котором он и зарабатывал, то есть, допустим, больше он прыгнуть не может. У меня бывают случаи, когда я открываю именно пробой по карьерному росту, снимаю, да, вот открывай дорогу к карьере. Там же опять всегда я говорю, вот у меня были случаи, когда вам, говорю, предложат больше места, но посмотрите, насколько вы с ним справитесь. Потому что бывает, что это соблазн, человеку нужно все равно посмотреть, его ли это. Опять же, я тут выступаю с позиции сказать, но не заставить человека, там, железобетон, вот поставить такие рамки, сказать, что вот у него будет так. Я все равно даю человеку момент осознания, понимания, в чем он живет, и нужно ли ему этот путь или нет, мужчин. Понятно, понятно. Ну, хорошо. И были ли случаи, когда, допустим, обращались какие-то не индивидуалы, а какие-то, ну не знаю, компании, к примеру. Вот компания не идет в бизнес, и что тут поделаешь. Вот, можно ли помочь теоретически? Теоретически я понимаю, что можно. Как можно помочь компании? Не всем компаниям можно помочь, сразу скажу, потому что на чем построена компания? Такого специалиста ей надо искать. Если компания построена на обмане изначально, допустим, и сам человек, который лидер этой компании, мошенник, ну возьмем такую аналогию, то, допустим, ко мне этот человек уже не придет. Потому что я с таким человеком, я буду вытаскивать его из этого, соответственно, все его опорные точки, на чем он построил бизнес, они у него могут просто прогореть. Если, допустим, либо ему заново придется выстраивать схему общения в своем бизнесе и становиться более чистым. Опять же, каждый человек ищет своего специалиста. Это как бы, понимаешь, как пазлы. То есть, как будто, допустим, такой специалист, кто вот приворотами занимается, да, им определенный контингент людей приходит. Так же точно и у меня. Ко мне приходят люди, которые хотят понять, для чего они в этом мире существуют, для чего они заработают деньги, для чего они живут, для чего они растят детей. Понимаешь? Прости, пожалуйста, только такие приходят к тебе? Нет, ну я беру основную, какую-то третью часть, вот такую интересную третью часть. Остальная часть, допустим, это люди, у которых просто случился сбой, они пришли, я с ними поработала, и люди пошли дальше. Потом опять они ко мне пришли, когда у них что-то опять не так. Я подкорректировала, понимаешь? Опять же, ты не забываешь, что кризис у людей в этом мире зависит от кризисной страны. Понимаешь, да? То есть, вытаскиваю человека, я вытаскиваю, по сути, энергетически тот сок страны, в который он, допустим, зависит. То есть, мы все взаимосвязаны, как пулей, понимаешь? Лен, ну, такой вот у меня вопрос возник. У нас время, к сожалению, подходит к концу. Ну, сегодня все, у кого есть, конечно, деньги, пытаются что-то куда-то инвестировать. И самая известная форма инвестмента, принятая во всем мире, это реал-эстейт или недвижимость. Ну, по-моему, во всем мире реал-эстейт, во всем случае в Соединенных Штатах, где-то лет шесть тому назад он пер, пер, простите, вверх, как ненормальный этот реал-эстейт, а потом рухнул, причем очень и очень серьезно. Особенно в таком месте, как Флорида, там он упал чуть ли не, ну, намного, короче говоря, упал. Вот с твоей точки зрения, с точки зрения парапсихолога, как ты видишь эту ситуацию в реал-эстейте? В целом и на какой-то срок? Есть ли смысл сегодня вкладывать в недвижимость, скажем, возьмем две страны, нас смотрит большинство людей, ну, во-первых, мы на русском говорим, то есть русскоговорящие, и большинство людей находится на постсоветском пространстве, ну, понятно, что часть находится на территории Соединенных Штатов. Давай вот две страны рассмотрим, Россия и Соединенные Штаты. Есть ли смысл заниматься? У вас в США как бы есть перспектива, да, но, опять же, слишком надутые цены за недвижимость, они дали такое сдувание такое. Я сейчас не буду говорить о другой порядке экономики, какие минусы, ну, все сами это знают. Вот, но с недвижимостью именно это слишком большой процент вверху за, ну, продажу и так далее. Собственники, опять же, задирают, это все задирало, задиралось. В итоге и в России, кстати, у вас это встало в такую позицию сдувания. Сейчас у нас цены на аренду и на, допустим, на продажи немножко упали. У вас, наверное, тоже такая же тенденция. То есть в какой-то момент времени все это сейчас, как стагнация, назвать слово, когда просто все стоит и не двигается. Вот какое состояние. Потом сейчас с моментом выхода из кризиса людей в странах все-таки будет оживляться вот этот вот рынок недвижимости. Да, как-то есть, опять же, многие правители полуфлюбки, что все-таки нужно думать о мире и об экологии, да, а не о войне. Вот. И в какой-то момент времени, в принципе, это может вернуться, но не так хорошо, как было раньше. У стабильной продажи какие-то будут и аренда тех или иных помещений. То есть, опять же, будет восстановление экономическое людей, кто сможет себе это позволить. То есть немножечко будет улучшаться ситуация со временем. Но опять же, это не сегодня прям. То есть это может быть в течение года-двух будет выползание из этой ситуации, из этого тупика, в который рынок недвижимости и всего пришел. Хорошо. А будет ли продолжаться тенденция к падению? Ну, мне все-таки ощущается, что... На глобальном масштабе. На глобальном масштабе. Да. Ну, у нас в России нет падения, у нас просто все как бы остановилось. Вот такая ситуация. То есть продается, но очень все туговато. То есть вдруг у кого-то сдвинулось, я знаю, клиент у меня, бывает, я воздействую на это. Да, вот у людей бывает продаются, но в общей массе, там, в каких-то регионах у нас немножко продажи у людей стоят. То есть подтянуть покупателя сложно, потому что во всем мире какая-то такая сложная экономическая ситуация. Я не вижу резкого падения, как бы этого рынка. Вот как вот он стоит, он так же и будет стараться держаться на плаву, вот как бы колеблясь туда-сюда, понимаешь ты? Но потом все равно будет стояние немножечко устойчивее, чем, допустим, сегодня. Понял. Хорошо. Ну, время нашей передачи уже, дорогие друзья, подошло к концу. Мы благодарим вас. Мы находимся в центре Сан-Гейтс. И меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра. На связи у нас сегодня Россия-Москва. Да, Елена Порецкая, экстрасенс, парапсихолог, гадалка и человек, который помогает, помогает, ну, каким-то образом все-таки решить вопросы. И не каким-то образом, а серьезным образом решить вопросы, связанные с негативами, с порчами. Более того, физические проблемы тоже. Во всяком случае, вот, в перерыве, Елена занималась, так сказать, мной. Ну, и будем надеяться, что это приведет к результатам. Спасибо большое, Лен. Спасибо большое. До новых встреч. И мы встречаемся, повторяюсь, Еленой Порецкой, по пятницам время в Чикаго 8.30 утра, время московское 17.30. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Всем пока.